ну что, добрый вечер, добрый день всем зрителям канала планеты дзюдо мы вернулись с нашим продолжением обсуждать кодекс боевых искусств, но и в частности дзюдо Владимиру Светлеву мы обсудили уже многие моменты, многие пункты, ну так я озвучу их еще раз это дружба, уважение, истинность, честность, скромность, самоконтроль и на очереди такая вещь, как храбрость ух, все вздохнули, вспомнили те ситуации, когда они были храбрыми да, бывает приводит к катастрофе абсолютно, абсолютно ну вот как здесь описана храбрость, это смело сделать то, что считаешь правильно вот такая есть, да, трактовка да, абсолютно, абсолютно, я согласен, потому что в какой-то момент мы интуитивно понимаем, что надо сделать то есть наша некая внутренняя природа нам подсказывает да, и способность именно так и сделать то есть последовать за собственным импульсом внутренним это дорогого стоит это очень, это очень дорогая как бы, да то есть мне кажется, что все эти качества, они перечислены по мере, по как-то, с возрастанием ценностей то есть наиболее редкие в конце должны быть то есть как бы начальные, которые дают начальный успех они как бы в начале, да, то есть это то, без чего прям нельзя обойтись а потом большой успех как бы, он не ко всем приходит, да, то есть он не всем нужен, то есть вот это ну, я согласен, что на самом деле, вот, зачастую, как бы, немногие путают, путают слово «хравность» мне кажется, с ее реальной значимостью вот, как вот здесь, допустим, делать то, что считаешь правильным то есть это не… на близком языке есть как бы «independency» да, то есть независимое мышление то есть когда ты способен, как бы, собраться, да и увидев решение, как ты его видишь, да взять на себя ответственность за то, что ты поступишь так то есть ты понимаешь, что ты, может быть, не прав что, как бы, всегда одно мы все, мы все, у нас нет абсолютного знания, да ни у кого, ни у кого, кто бы что ни думал мир все время преподносит какие-то, да, сюрпризы но мы берем на себя эту ответственность и тогда мы после эксперимента, мы можем сказать был не прав, не прав, ошибался но это тоже хравость, скажем ну, конечно, да, но по-другому как, да а не сделаешь, как бы, и будешь, ну, нет, нет, да а как может практика, допустим, практика цигун, практика тейсуай то есть шоу, клубы, практика, да, другие были в искусстве развитие человеческих качеств если они не были развиты ну, то есть, наверное, от противного то есть сначала нужно развивать в себе какую-то трусованность хорошую то есть как бы действовать аккуратно, осторожно то есть в какой-то момент возникнет понимание, что нужно сделать ну, как я считаю, что хорошая импровизация должна быть подготовлена то есть готовиться, изучать вопрос, как бы изучать партнера, противника то есть быть осторожным и вот в этой, как бы, осторожности в этой, как, в хорошем смысле трусоватости, да, то есть в какой-то момент возникнет понимание, что нужно сделать вот так и тогда нужно сделать потому что многое, вот, неизвестно заранее то есть, как говорят, вот, великие полководцы наполеон, да, любил, да, конечно давайте ввяжемся в сражение, а потом станет понятно то есть пока мы далеко от ситуации пока мы далеко многое можно сделать, но все равно еще ничего не понятно вот для меня, например, храбнокровие, как бы, очень, такое ведет к рамкости то есть нужно очень долго ждать то есть нужно очень, вот, ждать того момента, пока возникнет само зажигание то есть, как бы, зажжешься сам изнутри, вот, знаешь, и ты как готов но пока это не произошло, то есть не надо придумывать вот это, да, как, произносить мотивационные речи и это тоже, да, то есть, вот, недавно смотрел интервью много с Тайсоном то есть, как его Кастомата, да, как бы, готовил к поединкам и, он говорил, это он сделал меня храбрым я на самом деле застенчивый, как бы, и, и очень, как бы, ну, вот, тренер, как бы, вот этими разговорами, да, то есть, настолько меня, как бы, дал мне вот это вот видение, что я могу стать чемпионом мира что я могу, как бы, стать профессионалом высокого очень уровня то есть, учитель создает храбрость внутри нас, да, путем устранения сомнений то есть, обычно мы очень сомневаемся, а вот хороший учитель, он может, как бы, нас, как бы, настроить ну, вот очень интересно, вот здесь, храбрость это, это смелость делать то, что считаешь правильным то есть, когда ты настолько уже смел в своих действиях это как можно уже, как называется, храбрость то есть, храбрость, нельзя сказать, что храбрость, это когда ты делаешь что-то правильное нет, у него нет такого правильного то есть, вот это, это вот, нет, нет ничего правильного и неправильного есть, вот, именно смелость сделать так, как ты считаешь нужным как ты считаешь, что правильно потому что у тебя есть какое-то понимание у нас же нет полной информации никогда, да, к сожалению, да мы не действуем, иначе бы все было смешно, да мы же не действуем в полностью понятных условиях поэтому, да, согласен и вот, как ты сейчас сказал, что по такой некой возрастающей идет, да вот этот кодекс, там, вот эти конструкции, уважения и так далее вот пришли к храбрости, то есть развив себе вот эти вот качества по чуть-чуть, по чуть-чуть, мы приходим к храбрости и в конце здесь стоит такое слово вежливость уважение других людей у меня прямо есть история про это я раньше, когда приезжал на турниры я всегда, как бы, в своей целой категории смотрел, знаешь, кто такой самый мощный такой, ну, как бы, вот такой, знаешь, такой победитель, как бы, вот но шло время, как бы, и я вот поменял точку зрения то есть опасаться нужно самых вежливых людей то есть которые, как бы, тихие, да, то есть спокойные, да, у которых, да, как бы, зрение спокойное я понял, что они самые, как бы, опасные они самые опасные они самые опасные потому что они продолжают тебя считать вот они видят, как ты разминаешься и они продолжают думать да, у них есть схема, конечно, они подготовились, да да, они изучали, возможно, да, то есть возможно ну, мы все, когда долго выступали то есть какие-то, есть следы там видео какое-то оставить, да, то есть у нас, в принципе, люди видят тем более сейчас открытые информации особенно, когда какое-то уровень, там, чемпионат Европы да, там, чемпионат, ну, известно кто там будет выступать и что они умеют но, но человек все равно продолжает посмотреть, изучать настоящий воин, он, вот, до самого конца будет оставаться абсолютно нейтральным абсолютно внимательным вот, вежливость, вот, мне кажется этого проекта это про то, вот, до самого конца не действовать а, а вот вежливость с помощью упражнений упражнений для неких техник она может, так сказать, взраститься в организме или это невозможно мне кажется, знаешь, это такая сумма это мудрость вежливость это самое мудрое что мы можем делать нет мудрее людей, чем вежливее а это опыт это вот аккумуляция, да это вот, как китайцы говорят, гурфа, да мастерство мастерство не может быть сразу это нужно, как бы, позаниматься самому преподавать другим походить по хорошим учителям по выступать, как бы и вот, и постепенно возникает вот это вот то, что мы видим в хороших специалистах они такие лапочки у всех душки, да это не значит, что они не не страшные они страшные, но они не 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 профанируют это не афишируют это как в английском есть пословица, да, что хорошее сочетание когда джентльмен и следователь и главарез в одном лице то есть вежливость это что джентльмен что он как бы, он вежливый но это не значит, что он не не умный или он не жуткая тварь как бы то есть что он не сильный он сильный и он умный но он вежливый вежливость это вот прямо середина самая середина, потому что это нужен огромный ум, чтобы быть вежливым огромная сила то есть ты должен никого вообще не бояться на самом деле, то есть быть вообще без башни но тогда ты вежливый и очень как бы у меня есть приятель один в штатах такой по нашей школе он занимается старше силы он профессиональный юрист и вот я с ним был в суде он такой юрист адвокат он защищает минату в суде и вот он когда заходит все такие ну потому что он как акула затрывает он такой вежливый все знают, что просто там если есть какая-то там мелочь то он занят съест то есть мощь вежливость это дело очень умных и очень сильных людей по сути очень тяжело добиться то есть как бы если мы чувствуем слабость внутри мы начинаем немножечко задирать ну вот ну такое есть ну потому что тебе надо опора снаружи ты пытаешься а у людей снаружи как бы ну себя там возбудить воспламенить как бы да проверить себя а если у тебя сформулировано уже если ты уже храбрый ты уже решил что делать как то у тебя такая возникает как вежливость то есть я думаю да это уже вершина практически ну я наверное тоже соглашусь потому что вот как бы к такому к такому резюме я выводу вот впервые я как бы такой вывод слышу но ну смотри у тебя турнирный опыт есть то есть как бы вот согласись что хуже 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 в смысле оппонентов те которые вот ничего не показывают значит я расскажу такую историю которую мне рассказал один человек это был чемпионат мира то есть есть один спортсмен известный российский спортсмен он и так такая история рассказала был чемпионат мира он пришел на был чемпионат мира и ему тренер говорит смотри мы всех твоих соперников разобрали уже но у тебя есть один важный соперник которого не возьмешь как бы ничем его надо просто психологически дестабилизировать ну как бы его состояние вот смотри когда сейчас будет разминочный зал разминка где все разминаются ты просто подойди к нему вежливо поклонись и мягко так вежливо подойди скажи можно я с тобой немножечко вот здесь вот подвигнусь и все больше ничего не говори вот вот так сделал подошел то тот конечно ответил что звеней нет но и это его полностью организовал потому что он проиграл финальный воединок российскому спортсмену то есть вот его вот этот подход вежливости и он понял что он уже все то есть вот в этой вежливости была вот эта звенящая сила то есть да то есть это было некое я согласен согласен что это несложно то есть это не было грубо так идем давай с тобой пойдем это не так не так да с уважением с добротой с таким с дружественностью со скромностью с неким там вот прям вот это все с такой соисственностью типа да я вот хочу с тобой это в Китае когда вызывают поединки нельзя ли научиться уважаемого нескольким приемом то есть это это прям вызов такой уже все уже точно ну серьезно все как как бы ты вообще в общем бы назывался одним словом все ну весь кодекс вообще все вот эти качества что они в конце концов то есть к чему они приводят в человека что они делают то есть они возвращают только приводы то есть человек начиная заниматься искусством он сначала как бы ему кажется что он становится как-то сложным а мастера всех возвращаются только в простоте и без искусственности то есть они пришли белые и прошли весь этот и и в итоге они в итоге как на эфире усилил то есть он пришел опять он опять отчасти отчасти вот этого хода все будет как бы очищено возвращаемся как бы к начальному к безформенности к чистоте к прозрачности да ну этот процесс опять может повторяться то есть мы вернулись и опять начали возможно но сейчас такое хорошее время да что мы можем достаточно долго и интересно заниматься вот и поэтому да поэтому да я надеюсь что ну мой опыт подсказывает да то есть я вот так или иначе разными видами занимаюсь с 88 года то есть 32 года и я периодически ощущаю эту новую весну знаешь то есть когда приходит как бы ощущение что боже опять все как бы ты чувствуешь как будто свежее свежее иногда ты устаешь то есть ты такой как бы то есть есть одно стихотворение вот которое опять-то китайцы очень как бы цитировал да там есть такие строчки rest if you must but don't you quit да то есть отдохни если ты устал но не выходи то есть не выходи не прекращай практику продолжай очень все все понятно что бывают подъемы бывают как бы бывает тяжело бывает сложно не прекращай практику потому что ты не знаешь когда это все произойдет когда вот это вот озарение и новое вдохновение будет Владимир, а ты можешь сказать ты вот в твоих учителях в твоих наставниках с кем тебе удалось у кого добилось учиться и так далее можешь ли сказать что обладали ли они вот этими вот качествами которые для меня вот примером наставник Макариной это вот Фанжитян я его встретил в 2005 году мы приехали ему 79 лет вот уже и мы его проводили вот были прям на похоронах в 2012 году то есть мы вот с ним позанимались ну 7 лет так по многому вот и мы увидели что на похоронах что люди едут и едут и едут прощаться то есть какое-то бесконечное количество людей ты смотришь вот человек да вот да то есть вот он ушел и люди как бы идут и идут идут и идут то есть это вообще не заканчивается да то есть и ты понимаешь так спрашиваешь а вот знали мастера да он вообще нас так вдохновил так как бы сделал то есть причем они разные все понимаешь эти люди какие-то есть военные прямо видно что ну серьезные военные люди как бы абсолютно строгие такие все затянуты вот а есть кто-то вообще там какие-то из юга какие-то какие-то отвязанные секундочку прервусь просмотрят все все вот на он вот